150 участников из 9 команд. Скорость, хорошее настроение и накал страстей. Без этого здесь никуда. Ведь это финал. Раменский, Люберецкий, Павлопосадский районы, городские округи Власиха, Королёв, Мытищи, Химки, Серебряные пруды и Подольск. Юные спортсмены этих муниципалитетов стали лучшими на зональном этапе соревнований. Но главный победитель будет только один. Тема здорового образа жизни сейчас очень актуальна. И чем больше детей у нас занимаются спортом, физкультурой, тем больше мы получаем для себя здоровую молодёжь и поколение. Весёлые старты – это очень интересное соревнование, особенно для таких детей, для такого возраста. Кстати, что касается возраста, то весёлые старты – это этап для самых юных школьников из 3-х и 4-х классов. Команду Люберец снова представила 25-я школа. В её состав пошли только самые быстрые, выносливые и ловкие ребята образовательного учреждения. После тех соревнований мы ещё продолжали готовиться. По три раза в неделю тренировки проходили. И был серьёзный отбор. Каждую эстафету я смотрела по секундомеру и выбирала самых-самых лучших. Челночный бег, испытания с мячами, обручами. И без инвентаря. Шесть видов эстафет предстояло преодолеть ребятам. Программа соревнований составлена с учётом развития ловкости, координации скорости и силы школьников. Ежегодность спартакиада образовательных учреждений проводится по инициативе Министерства образования и физической культуры Московской области. На области это единственный старт, где они начинают представлять свои образовательные организации. В дальнейшем у нас эти же школьники на следующий год, когда они перейдут в пятый класс, начнут участвовать в соревновании «Весёлые старты» на призы губернатора. И уже когда станут более взрослыми, будут принимать участие в спартакиаде по различным видам спорта. В эстафетах важно каждое мгновение. И кому, как не люберецкой команде, теперь это знать. До тройки лидеров им не хватило одной секунды. Победу одержали ребята из Раменского. А наши юные спортсмены хоть и расстроились, но твёрдо решили выиграть уже в следующем году. Анна Троян, Данил Свидерский, Люберецкое районное телевидение.